Девушки отдыхают В том, что купаться кировчанам не рекомендуют Причем не просто не рекомендуют Я не знаю, есть ли желающие, Владимир, сейчас Запрещают строго-настрого С летом нам не очень повезло Во-первых, погода не позволяет, конечно Во-вторых, вода в реке Вятки вновь не соответствует предъявляемым требованиям Поэтому не надо пока в воду соваться Будет у нас Роспотребнадзор на связи чуть позже Расскажут нам вообще, с чем это связано Насколько опасно Есть ли шансы все-таки, что вода будет соответствовать показателям В общем, чуть позже Да, во втором части будем говорить про проект Ледокол знаний 2022 Суть его в том, что 70 детей со всей страны Отправятся на ледоколе 50 лет победы на Северный полюс Интересная штука И кировчане там тоже будут И, собственно, они к нам и пожалуют в гости Вот с ними пообщаемся Это после 12 часов Начинаем мы с серьезной темой Ну, пожалуйста, она Пожалуйста, пожалуйста Значит, мусоросортировочный комплекс Который должны были построить в Слободском районе И по которому, как я понимаю, сейчас идут некие Там проектные либо изыскательские работы Пока не построят Пока не построят Работы приостановлены Об этом вчера на встрече с жителями Слободского района С общественниками Слободского района Сказал в Рио Александр Соколов Он добавил, да, что в июле будет проведено Обследование данного участка Изучен вопрос основательно Ну и вот в августе он пообещал вернуться Активно к этой проблеме К этой теме Возможно, вот тогда будет принято какое-то более конкретное решение Я, если честно, запуталась немножко Потому что вчера было сказано, что это мусоросортировочный комплекс В урочище Худышино До этого что-то говорилось про Скокова Еще фигурирует Денисовское сельское поселение Алла Викторовна Албегова говорит, что он в 10 километрах от Слободского располагается В сообществе активистов В группе ВКонтакте 14 километров То есть вот какие-то несостыковки Я не знаю И в цифрах, и в расстояниях И в наименованиях В общем, во всем этом нам сегодня будет помогать разбираться Роман Титов, депутат Законодательного собрания Кировской области Роман, добрый день Добрый день, Роман уже задумался Добрый день, я задумался над вечным Есть три вечных темы Это любовь, это смерть И это попытки региональных властей построить что-нибудь мусорное в Слободском районе Не обязательно в Слободском, иногда в Чапинском Ну, к сожалению, случается так, что мина падает дважды в одну воронку Ухотенцев вспоминаем сейчас Да, хочу поправить Речь идет не о мусоростерочном комплексе А что это? Знаете, за время пути собака могла подрасти То есть когда проводились слушания Они проводились в 2020 году По изменению разрешенного вида использования земельного участка Находящегося рядом с теперь уже бездействующим полигоном Скоковы Скоковы это деревня и название полигона Которая еще находится в районе урочища Худышева Которая находится в Денисовском сельском поселении Это вот распутывает Ну, так или иначе, это пригород, можно сказать, Слободского Пригород Слободского, да? Это Слободской район уже Ну, пригород, да, там живет много слобожан Причем они живут там на постоянной основе То есть они ездят работать в Слободской каждый день туда-сюда Так вот, в 2020 году проводились слушания По изменению разрешенного вида использования участка Слушания, несмотря на то, что в них приняло участие Ну, порядка 90 человек, из которых 43, если я правильно помню Высказались против, а целых 40 высказались за изменение вида разрешенного использования Предусматривали, что там появится небольшая мусоросортировочная станция А, то есть не копы Для нужд полигона Скоковы Напомню, полигон Скоковы признан То есть разрешение на его ввод в эксплуатацию отменено Поскольку объект построен по древней проектной документации Аж 1993 года, которая утратила все сроки давности Сейчас будет целая история развиваться Я знаю, что правоохранители занимаются темой Как вообще этот объект был построен Он построен по концессии властями города Слободского А потом он был передан правительству региональному А эксплуатироваться он на сегодня не может То есть там прям вот в районе этих Скоковых Точно плохая карма для нашего областного министерства Там мусор-то когда-то складировался вообще? Так вот, складировался Туда даже хотели вывозить максимум там можно 20 тысяч тонн в год было вывозить Хотели вот в период мусорного коллапса вывозить Когда осеньцы закрыли Вот какие-то гигантские количества Тогда его и закрыли, собственно говоря Сентябрь, по-моему, был там 2020 года, например Так вот, хотели строить маленький комплекс Даже люди голосовали за, говорили Ну, мы за то, чтобы на нашей Скоковской свалке сортировался мусор Собственно говоря, там и поддержали И вдруг мы зимой этого года Мы, это депутаты ЗАГС Собрания Узнаем о том, что оказывается Из федерального бюджета планируется получить И получены миллиард рублей На строительство в районе Скокова Нечто с названием Комплексный объект по обращению с отходами Целый миллиард на один объект Слушайте, я слышал честно Алла Викторовна, один раз сказал про два миллиарда Я про один знаю, откуда взялся второй Мне неизвестно, может быть, я ослышался Что все, что мы раньше считали Объекты фигурировали 100-200 миллионов Миллиард Причем этот миллиард получен на программу развития района Шубина-Ганина Вот так, да Понятно, переехал так Переехал примерно на 45 километров, наверное И в этом комплексном объекте Это неизвестно широким массам еще Ну, там, мне известно Планируется Важно три включенных объекта Первый, это мусоросортировочный комплекс На 200 тысяч тонн отходов в год Напомню, на Скоковых раньше максимум 20 тысяч тонн в год Размещать туда Это плюсом в 90 к 200 к 200 Нет, 200 они делятся Их будут делить на фракции Да-да-да, все правильно Часть отбирать то, что можно переработать Нечто волшебное Честно говоря, вот я затрудняюсь сказать, что это Потому что, с одной стороны, во время визита в город Слободской В апреле этого года министр ЖКХ Селезнев говорил, что вот на выходе из этого нечто будет получаться аж чистый углерод А по предпроектным документам это некое компостное поле для получения экогрунта То есть вот где там чистый углерод и где экогрунт, я немного запутался Объяснить это можно все тем, что на самом деле ничего по вот этому новому объекту, кроме хотелки, по большому счету нет Никакого проекта предпроектных работ нет Тем более нету технологического какого-то плана Это все, ну вот, абсолютные там фантазии, которые взбудоражили, разумеется, население Слободского района Потому что если речь шла про маленький объект, который мог бы, ну, снизить количество захоронений на свалочку На местной свалке Да, и вдруг мы получаем-то вот глобальное нечто сроком эксплуатации там много-много лет Куда будут возить не только Слободской мусор Киров туда будут возить Видимо, министр Алла Викторовна Алабегова его и называет экотехнопарком Слушайте, вот термин такой Наверное, это можно назвать экотехнопарком Но вот все же, на мой взгляд, когда мы говорим в экотехнопарке, это какой-то вот понятный производственный цикл Где понятно, что на каждом цикле будет получаться, что это кому-то нужно будет и востребовано То есть вот здесь пока мы имеем только хотелку Причем эта хотелка, она разбивается уже на входе Не случайно Александр Валентинович поручил перепроверить определенные факты, связанные с выбором земельного участка Дело в том, что у меня на руках есть и у общественников эти бумаги Есть свежие экспертизы по той самой скоковской свалке, ныне закрытой Ее пытались вновь ввести в эксплуатацию Усовершенствовать, скажем так, проект до современных экологических норм И аж три научно-исследовательных института, как Кировские, так и Нагородние Сказали, что на этой земле, с учетом близкого залегания грунтовых вод Ничего такого мусорного строить просто нельзя Напомню, это соседний земельный участок У нас вот границы земельного участка, характеристики земельные, они не заканчиваются То есть вот общая характеристика грунтов, слоев земли, которые вот на этой земле расположены Несмотря какой кадастровый номер, да, в этих участках И общественники-то и говорили, подождите, мы здесь живем всю жизнь Мы знаем, что здесь вот берут начало многие, скажем так Речушки Речушки, грунтовые воды, там озера, прочее, прочее, что питает славный город Слободской Меня в этой ситуации удивило, знаете, больше всего что? Что вот один раз сосенцами на грабли уже наступали И сейчас ведь та же самая ошибка Опять слушания, которые там себе где-то как-то прошли Опять какая-то великая тайна, о которой и общественники узнают Из средств массовой информации И опять же, Александр Малитинович, он тонко этот момент почувствовал И вчера сказал, что были совершенные ошибки И народ опять не проинформировали То есть это одна из первых фраз, которые он сказал во время нашей личной встречи Если помните, полтора месяца назад на заседании ЗАГС Тему озвучил, и он меня пригласил отдельно к себе Я ему рассказал про саму ситуацию в Скоковых Вокруг, точнее, этого будущего объекта Передал ему ряд документов И он, когда рассказал ему предысторию, он сказал Опять с людьми никто не советуется Вчера вот он эту логику продолжил Действительно люди опять не знали Роман, я ошибаюсь Или вот этот вот объект в Слободском районе Он появился после того, как жители Лубягина Отказали в строительстве чего-то подобного у себя Или это параллельная история Если я правильно помню То в интервью газете Центр города Слободской Министр экологии Алла Викторовна Албегова Так и сказал примерно, что Вот в Лубягине отказались И поэтому было принято решение Перенести эти планы к вам Ну вот мы ошиблись, с общественным мнением не поработали Так что да Слушайте, они же там уже обожглись То есть они там уже видели Вот это интервью, да Албегова сейчас передо мной Противодействие жителей На самом деле мысль об использовании участка У полигона Скокова По строительству экотехнопарка Появилась только в этом году, она сказала Ну да конечно За два года, с февраля 20-го Мы рассмотрели более 100 земельных участков В центральной части области Но ничего подходящего не нашли Кроме как вот эта земля Да, да, да Просто там же после Лубягина Было же сказано В связи с этим у меня есть только один вопрос Что мы будем искать куда Только один вопрос И в итоге нашли Коллеги, если у вас планы появились только зимой Почему собирались паи И из маленького участка под мусоросортировку Вдруг получился большой огромный земельный участок На котором 4 гектара того Там сколько это гектара всего То есть вы, если не планировали Вы зачем тратили средства тогда То есть вопрос ведь это, да А собирал-то вот это все в единый катастро Власти областные Власти собирали Власти собирали Да, собственно говоря То есть на районное При помощи районных властей Все это собиралось Зачем? Самое главное О чем мы говорим С моими коллегами С общественниками Я сам, к сожалению, вчера На встрече с Слободском быть не мог Но мы встречались и до И после встречи созванивались с активистами Мы говорим о том Что этот объект вообще не нужен Почему он не нужен? Нет, как бы Области, конечно, нужна сортировка Есть план, целевой показатель Который определен нацпроектом Что мы должны выйти к 2025 году На определенный уровень переработки отходов Я конкретно цифру Три года осталось, да? Цифру конкретную затруднюсь сказать Но этот показатель, он определен Конечно, такой объект нужен Но вопрос в том, что у нас такой объект практически есть То есть практически есть Это значит, что по этому объекту Готова проектно-сметная документация Она в настоящее время Проходит экологическую экспертизу Росприводнадзором Федеральным Росэпиднадзором Утверждена санитарно-защитная зона Это объект с названием Эко-Осенцы Это 43 гектара земли Которая расположена рядом с ныне действующим И уже узаконена абсолютно всеми решениями судов Полигоном Осенцы А что с ним сейчас, кстати, происходит? Он эксплуатируется То есть на этот полигон Сейчас возится в год Ну, плюс-минус в этом и в следующем году 150 тысяч тонн отходов Я там был неделю назад Это так называемая вторая очередь Которая маленькая на короткий срок А что? Маленькая заканчивается А новая очередь построена Она пустая совершенно Но она не введена в эксплуатацию Она введена в эксплуатацию На ней уже можно размещать Просто маленькая очередь должна сейчас, собственно говоря Быть... Ну, ее эксплуатация должна завершиться в этом году Плюс-минус После этого вроде бы надо вводить новую очередь Она рассчитана на 8 лет минимум Рядом с ней есть огромный земельный участок И сортировка уже спроектирована, собственно говоря Вот экспертиза будет в сентябре на выходе Положительная там государственная экологическая экспертиза Наверное, будет положительной Просто этот объект в настоящее время Исключен из территориальной схемы обращения с отходами То есть он там был до ноября прошлого года Это эко-осенцы Это сортировочный комплекс, да Позволяющий снизить объем захоронения на осенцах И продлить его работу Продлить работу Более того, с 2024 года Если на осенцах сегодня размещают 150 тысяч тонн Планируется размещать на осенцах всего лишь 26 тысяч тонн в год Все письма с вопросом о том, почему Зачем нужен новый объект И введите сортировку в осенцах На них обычно один ответ Сортировка в осенцах не нужна Потому что у нас будет построен комплексный объект В другом месте Слободского района То есть это Скоково Получается, что объект высокой степени готовности С уже готовым полигоном С уже построенным под контролем общественным С уже успокоившимся общественным мнением Он не нужен А нужен новый объект в чистом поле Где будет новый полигон Еще будет сортировка Еще будет то-се-пято-десято Где есть возражения людей Вот этот объект должен быть построен А все потоки на него Роман, может быть вопрос тогда в том, что Если я верно понимаю В Скоковых строительство И работу потом этого комплекса Будут контролировать власти А в осенцах кто контролирует этот новый объект? Подождите, все работы контролируют власти У нас территориальная схема Которая регулирует потоки Она утверждается Министерством экологии Без нее ничего быть не может Кроме того, какие власти Знаете, постоянно приходится слышать У нас государственный региональный оператор С названием Куприд Коллеги, государственным То, в чем 36% уставного капитала Принадлежит частным лицам Являться не может Ну, это вот Ну, контрольный пакет у государства все-таки А блокирующего Можно, собственно говоря Можно сказать Государственное частное партнерство Это такое Партнерство Это когда есть партнеры Которые совместно принимают решения Кстати, одно из предложений Которое сформулировано по экоусинцам Это ГЧП То есть это когда Объект строит государство Ну, то есть строит концессионер Да, или партнер Передает его в собственное государство Эксплуатирует его Там, уплачивает какие-то деньги Такие варианты Они все сформулированы И, насколько я знаю Там, эта информация У в Рио-губернатора Она имеется Я пытаюсь понять Почему надо заново все переделывать Если есть готовые уже документации И действительно Знаете, мы тоже силимся Это понять, который месяц Видимо наши Это последствия вот того конфликта Который был Когда была мусорная реформа Простите, давайте я процитирую Слова той же Аллы Беговой Она настаивает на том Что это не одинаковые объекты Вот, черным по белому написано В Осенцах построен полигон А мы планируем построить Экотехнопарк С сортировкой и переработкой О том, что можно построить Тот самый сортировочный комплекс Рядом с Осенцей Не одинаковые объекты Конечно, не одинаковые Потому что в Осенцах На сегодняшний момент Построен лучший полигон В Привозском федеральном округе Это мнение в том числе Федерального Роспроводнадзора Самое современное В соответствии с требованиям всевозможным Он построен уже Я был там еще раз на прошлой неделе Думаю, что в начале следующей недели Туда выйдут общественники Там нет никаких запахов Просто нет То есть ты находишься рядом С гигантской 30-метровой кучей Как бы от которой не воняет Там работают соколы Извините Которые разгоняют птичек И газовая пушка Которая гоняет там По требованию общественности Увеличена высота Забора, который ограживает этот полигон И там есть еще раз земля Где можно построить экотехно что угодно Потому что там можно сортировать Можно размещать смежное производство 40 гектар Это очень много На самом деле сортировка займет там Гектар, например А самое главное Что на этот объект Не нужно миллиарда И двух Не надо И даже 500 миллионов Не надо Дело в том Что все деньги эти Есть в тарифе Вопрос в том Куда Куприт Деньги тариф одевает То есть напомню У нас в тарифе Есть инвестсоставляющая На которую Куприт Каждый год должен что-то строить Обновлять технику Что-то строить Вот Чего мы за последние годы На эту инвестсоставляющую построили Вот можете что-нибудь назвать Я не могу Я тоже не могу Но насколько я помню Предполагалось же Что этой инвестсоставляющей Будут закрываться Затраты инвестора Который Осин состроил Или нет Я ошибаюсь Инвестору затраты Не закрываются Там инвестор Ему они обнулены Фактически Он живет на амортизацию На сегодня Насколько там неизвестно Вот тариф повышать не надо Кстати Есть даже распоряжение целое Которое говорит о том Что в случае ввода Этого технопарка Вот того эко Тариф Почти в два раза вырастет Плата для гаража не вырастет Разумеется Выше предельника Расти не может Вырастут затраты Областного бюджета На субсидирование Этого тарифа Понятно То есть Инвесторы же Они это подтверждали На всех встречах Говорят о том Что мы сортировку Вознесах построим За счет средств тарифа Без его поднятия Что денег достаточно На мой взгляд Это убедительный аргумент Потому что для федерального миллиарда Можно найти Лучшее применение Лучшее применение Вложить его Строительство Не знаю Части дороги Кирово-Чепецк Слободской В проектировании Часть строительства Моста Через реку Вятка Долгожданного Не знаю Строительство Развязки На углу Улиц Воровского И улицы Попова Где Мелькомбинат Снесли А построить там Ничего не могут Из-за транспортной Ситуации Там же все стоит То есть потратить Эти деньги На вещи Которые Городу более нужны Очевидно Что это кому-то Не нравится Потому что Как только Пошла волна Общественного негодования На постоянную На вчера Там было собрано Не 7 тысяч подписей Как писалось 10 тысяч подписей Уже Обвинили Ребят Совершенно чистых Нормальных Активистов Депутатов Городской думы Слободского Которые подписи Собирали Обвинили их в том Что они взяли Чьи-то деньги Я чьи-то деньги взял Значит Заказуха Вплоть до федеральных Каналов Дошла Очевидно Что этот миллиард Кому-то нужен Очевидно Что вот Наша активность И Повлекши за собой Абсолютно законное Негодование В рев губернатора И его вчерашнее решение Очевидно Что она кому-то мешает На мой взгляд Здесь нету Никаких Экологических соображений Здесь чисто Деньги Простите за глупый вопрос Этот миллиард Он не окрашенный Он не целевой Его планировалось Насколько я знаю Отдать Куприт Куприт Имеет право Без проведения торгов Выбирать подрядчиков На строительство объекта Вот На мой взгляд Если все Пошло бы Как Планово То эти деньги Ну есть риски Бесконтрольного расходования Роман Слушайте Ну просто миллиард Не может стоить сортировка Ну ей богу Ну комплексы стоят 150-200 миллионов рублей То есть какой там Миллиард Ленин Постир Полигон Ну вот это автоматическая система Которая сортирует Нет Понятная совершенно история Может быть с позолоченными системами Турецкая отличная линия Абсолютно аналогичная Заявленным характеристикам Стоит Доступная к закупке Кстати Ни одного ограничения На закупку Чего бы то ни было Связанного с экологией Нет То есть не пропали под санкции Так вот линия Это стоит 150 миллионов рублей С пошлинами Вот Всеми вот Чтоб оно тут оказалось Плюс ангар Металлический Наверное Ну это должно быть Капитальное строение Должно быть Виброустойчивое основание Там же большая нагрузка Чтобы То есть Объект Прям не вот те ангар Но И не Капитальное строение А сколько рабочих мест Это Разные цифры звучали Здесь знаете В зависимости от Автоматизации От степени Есть Полуавтоматы Есть полные автоматы Вот Цена меняется Автомат видимо подороже Будет стоить Без человеческого участия Нет Там человеческое участие Все равно должно быть Насколько я понимаю До сортировки Там все равно стоит Условно для человека Который Кто-то же должен контролировать Как это работает Датчики Они совсем не справятся То есть Ну Сколько там От 10 до 40 Рабочих мест Зависимости У меня еще вопрос Вернуться к скоковым Везде в СМИ Фигурирует вот эта фраза Строительство комплекса В скоковых Приостанавливают А что собственно Приостановлено-то? Там же я так понимаю Что поставили Как раз ничего и не остановится Потому что должны быть Работы изыскательские Они и будут Нет Вот Подготовка к строительству Она включает там Целый ряд Технологических этапов То есть Это затраты там На изыскание Затраты на проектирование Они могут в том числе Проходить параллельно То есть В сегодняшний момент Александр Валентинович Дал задачу Задание Оценить Вообще Пригодность этого земельного участка К эксплуатации Все остальные Параллельные какие-то виды работ В том числе Административное действие По строительству этого полигона То есть Это деньги Чтобы никуда не бродили Не ходили Все приостановлено Но как такового Возведения какого-то объекта Там еще пока нет Планировалось начать Насколько я знаю В 2023 году Роман Две минуты у нас остается Будем уже там завершать С этой темой Да Хотела только уточнить По поводу местных жителей Если жители выступают Против строительства Такого большого объекта Но если например Скажут Окей Мы большой объект Отсюда убираем Но все равно Вам что-то нужно построить Маленькое Чтобы со Скоковыми Разобраться Вот с самим полигоном Жители не будут против Или это невозможно Все равно Нет Там ничего строить не надо Потому что Полигон Скоковый Он закрыт Он никогда не может быть Больше введен Единственное Что с ним можно будет делать И нужно будет делать Это рекультивация полигона То есть его Собственно говоря Собрать в конус Накрыть геотканью И посадить там травку Вот это Можно делать Все остальное Зачем замещать Сортировку там Где не будет захоронения Она должна рядом быть Все равно С полигоном С полигоном Да Еще простите за вопрос Не знаю Не мог выяснить Не мог найти информацию 10 тысяч подписей Да Как мы сказали Против строительства Этого объекта А есть сторона Я имею ввиду Общественность Которые выступают за Вот какой-то Такой организованной Большой силой Вы с ними встречаетесь Честно Была попытка Стенка на стенку Собирать подписи за Да Была такая попытка Она Насколько я знаю Провалилась Были попытки В эту тему Втягивать Сотрудников Куприта Которые Выезжали В Слободской Встречались В гаражах С кем-то Кто мусор сортирует И вот Говорили о том Важно Я читаю Интернет Депутаты Мои коллеги Зак Собрания Правда Не из моей фракции Не из Единой России Заявляли о том Что публично В эфире Одного из телеканалов В том Что там все куплены Вот Ну то есть Какие-то попытки Наезда Насколько были Был диалог Диалог Который состоялся В августе Когда Ой в августе Господи В апреле Тоже на букву А начинается Приехал Игорь Селезнев Приехал Алла Албегова Они там С депутатами Думы встречались Все закончилось Уже Ну как Неконструктивными Выражениями Непарламентскими Непарламентскими Да Потому что Ну знаете Поздно Как-то Поздно Стыдливо Морщить носик Когда в подоле Принесла Извините Как бы там За выражение То есть Вот ну Люди уже Там Диалога уже Здесь быть не может Здесь должен был Повериться сильный Модератор Этого конфликта И в лице Врио губернатора Зачистим мы хвала Появился в Ник Там Соответствующая подготовка Конечно была И Я скажу что По просьбе Александра Валентиновича Я ему ряд материалов По хронологии По В том числе Видимо Изыскания По поводу Грунтовых вод Да То есть Вся информация Конечно у него была Там Он принимал мнение Взвешенное Объективное Потому что Был также диалог И разумеется С подчиненными С министерствами И вчерашнее решение Это Определенная Скажем так Временный консенсус Такой Да Да То есть Это Александр Валентинович Увидел Что есть И у него появились Сомнения По поводу Того что Говорят ответственные лица И Мы об этом Говорили давно Мы вчерашними событиями Скажем так Как этапом Удовлетворены Но Окончательная Победа Общественности Будет В том Случае Если Из территориальной Схемы Из плана Эта сортировка Будет Исключена Именно в этом месте Перенесена На более Да Подходящий Участок Где бы то Он ни был На самом деле Но еще раз Подходящая тема Мы озвучивали Понятно Спасибо большое Роману Титову Депутату Законодательного Собрания Кировской области Затем мы будем следить Я сейчас звукорежиссера Спрошу Можем ли мы сейчас Уйти на рекламу Или нам Можем Спасибо большое Мы тогда сейчас На полчаса Ой на полминуты Убегаем И вернемся В преддверии Жарких дней А ты все еще Надеешься Нет Жару нам обещают Уже на следующей неделе До плюс 30 Так что Июль не может быть Не жарким Мне кажется В нашем регионе Такая традиция Середина лета У нас достаточно горячая И солнечная Не верю в это А я верю А я верю Ну ладно Потому что хочется Хотя бы Недельку Пару неделек Жарить Вкусить В преддверии Жарких дней Мы хотели бы поговорить О том Где кировчане Смогут отдохнуть Я имею ввиду Пляжный Но если его можно Так назвать Отдых Накануне Городские власти Приняли Муниципальный пляж Возле старого моста На реке Вятке Там как обычно Траву скосили Территорию Оборудовали От клещей Зоны для купания Для детей и взрослых Буйки Душевая туалет И на плавной мостик По которому Можно пройти Собственно На территорию пляжа Но при этом Висит красный флаг Говорят Мы там не были Купаться нельзя И это означает Что купаться нельзя Купаться нельзя Что мы сейчас будем выяснять А мы сейчас будем Разговаривать С Людмилой Мальцевой Начальником отдела Санитарного надзора Управления Роспотребнадзора По Кировской области Как я понимаю Именно сначала О том Почему купаться нельзя То есть не потому Ведь что холодно И Людмила Геннадьевна С нами на связи Добрый день Добрый день Пожалуйста Вода в районе Городского пляжа Соответствует ли Показателям Которые допускают купание Хотя всегда Меня умиляет Конечно Это формулировка Вода в районе Городского пляжа Потому что мы же понимаем Что серьезная Водная артерия Река Венка Да Сегодня в Чепецке Через несколько часов Уже в районе Кирова Все Да Еще Людмила Геннадьевна Объясните пожалуйста Я насколько помню Вы же там замеряете Несколько показателей Какие-то из них Вот опасны Для здоровья человека А какие-то не очень опасны Ну нет Мы конечно Исследуем воду И по санитарно-химическим По микробиологическим И по паразитологическим Показателям И если Для всех этих показателей Установлены предельно Допустимые концентрации И у нас критерии оценки Вообще всех факторов Среды такое Что если превышена Предельно допустимая Концентрация То значит это В какой-то степени Можно нести Вред здоровью Микробиология Это всевозможные Микроорганизмы Да Бактерии Микроорганизмы Ну вот Правильно Что у нас Река Вятка длинная И у нас пляжей Взять в размерах области Очень много на ней И картина разная Во всех районах И в Слободском И в Вяткополянском И в Кирове Она по качеству воды Различается А как так Вода-то не одна Так вот Так вот вы знаете Вообще-то Водоем Вятка Это естественный водоем И там процессы Самоочищения Очень интенсивно Идут Особенно в летний период Это нас спасает От того что Она у нас Не катастрофически грязная А все-таки Условно чисто Более-менее Да Ну тут много факторов Играет Да тут специалисты Конечно Могут подсказать Когда Да Разное строение русла Более мелкие места Глубокие Интенсивность течения Подземные воды Это все влияет На состояние воды Да Где-то она отфильтровывается Где-то она загрязняется Ну и безусловно В районе крупных Населенных пунктов В первую очередь Самого крупного Это Кирова Города Кирова Да Она априори Должна быть Грязнее И вообще Вот ардексально Вот мы изучали Когда у нас Тек по воде Аммоний Да Это было С питьевым Весна Весеный Паводок Да Да Он даже по ширине Реки неравномерно Распределяется То есть прибывается Загрязнение К определенному берегу Вот тут Очень интересно Все Получается Когда Лабораторный контроль Проводишь Что касается Результатов Исследований Вятки В районе Городского пляжа То на сегодняшний день Нам и проведено Так Пять исследований Пять раз Мы уже воду отбирали И в основном Вода В районе Городского пляжа Хорошая Один раз Превышение Обнаружили По химическому Потреблению Кислорода Это такой Общий показатель Среди Об органическом Загрязнении Воды Все остальные Исследования Были хорошие То есть купаться Можно Вот Практически Да С точки зрения Санитарной Купаться можно Я думаю Желающих Мало Понятно В принципе Наши специалисты Уже на пляже Были Обследовали Совместно С городской Администрацией Там он уже Оборудован Так что Ждем тепла Все понятно Ждем Поэтому висит Красный флаг А не потому Что воду Воду Забраковали Но при этом Все таки Отдыхающим Купающимся Стоит наверное Дать какие-то Рекомендации Да Если они Все таки Решатся Ну я не знаю Ну какие Рекомендации Во первых Мы Я бы советовала Смотреть еженедельно Наш сайт По средам Каждую среду Весь теплый период Года Размещаем Информацию О качестве воды Во всех тех водоемах Которые мы обследуем Это и Киров И область Рекомендации Мы свои даем Понятно что Надо купаться На оборудованных пляжах Они наиболее безопасны Для купающихся И все таки Вода у нас Всегда пестрая Это каждый год Говорю Она то хорошая А то плохая У нас нет Стопроцентной За сезон Соответствия Гигиеническим требованиям Воды В районе городского пляжа Поэтому рекомендуем Во-первых Воду не заглатывать Уж если заглотили То надо рот прополоскать Питьевой водой Которая наверное У каждого отдыхающего Имеется И споласкиваться После Купания Купания Водой В душевых кабинах Они кстати На пляже В этом году Оборудованы Традиционно да Людмила Геннадьевна Какие факторы Могут Не то что могут А вообще объективно Приводят К ухудшению Качества воды Жара Жара Или наоборот Дожди Когда дожди Идут И смываются Потоки Вот со всей этой грязью Вот оба Оба этих фактора Могут привести К ухудшению Качества воды Значит первые Это дожди Из-за того Что у нас Все таки В городах Особенно крупных Кирово-Черпец Кирово-Черпецк Еще выше По течению стоит Ливневая канализация В неудовлетворительном состоянии Она плохо работает Весь смыв С городской территории Ну вообще с берегов Идет в реку Понятно что тут Органики в реке Будут много Жара Влияет на микробиологию Когда интенсивно Размножаются микроорганизмы Тогда у нас Ухудшатся микробиологические Показатели в реке Ну вот Сколько лет наблюдений За последние десятки Я думаю лет Я не припоминаю Чтобы мы Высевали В районе Городских пляжей И вообще В местах купания Патогенные микроорганизмы Это конечно Будет сразу уже Поводом Для того чтобы Запретить Использование Водного объекта Как зона рекреации Патогенные организмы Ну например Кишечная палочка Да Чтоб понимать Кишечная палочка Как раз это Санитарно-показательный Микроорганизм Который не Вызывает Заболевания у человека Патогенные Это например Холера Солмонеллез Вот такое Понятно Серьезные такие заболевания Возвитие дезинтерии Такое тоже может быть Тогда пляж Сразу же закрывается Людмила Геннадьевна Да Вопрос еще следующий Как раз вот сейчас Ваш релиз на сайте Я так понимаю Что пляж Возле Старого моста Одобрен Практически Единственный Из тех пляжей Которые есть сейчас Ну в окрестностях Кирова Потому что я вижу Что Стрижи Пляж в районе Лыжного комбината Это Нововецк ЛПК Ну это как раз Мы оценку тут Работим По качеству воды По тем исследованиям Которые мы уже провели Там ни одного Там нельзя За весь период наблюдений Сначала Где-то мы начали С середины мая Наблюдать не было А на этих пляжах Вот Стрижи И все остальные Там нельзя сейчас купаться Там вода не соответствует Да Да Там вода не соответствует Насколько серьезные там нарушения Насколько серьезные Претензии к воде Ну как я говорю Что патогенки нигде не выделено Ни в одном месте купания На свой страх и риск Владимир Главное рот прополоскать Нет Ну в любом случае Нельзя терять благоразумие Да и всегда дружить Что называется С головой Да Отдавать себе отчет В том что ты делаешь Ну вот не знаю Я лично например В реке Вятки Уже давно не купался Ну не знаю Так получилось Не то чтобы меня пугают Вот эти всевозможные Да Заявления специалистов Ну вот Внутренней какой-то потребности Я не ощущаю В том что Я в реке Вятки Купалась Но не в Кирове Не в районе Кирова Подальше Немножко в Котельническом Там в Орловском районе Где-то там Людмила Геннадьевна Следующие пробы Когда будут взяты еще В Вятки Мы берем пробы еженедельно Еженедельно То есть на следующей неделе Да Получается в начале недели Вы берете пробы А в среду публикуется информация Где-то так Да Ну вот как раз на следующей неделе Нам и обещают Серьезное повышение температуры Конечно Городской пляж В первую очередь О котором мы говорим Будут заполнены отдыхающими Ну все-таки Анализируя Вот уровень инфекционной заболеваемости Мы же проводим Эпитрисследования По каждым случаям Да То есть выясняем причину Где потенциально Человек может Мог подцепить Эту кишечную секцию У нас нет Ой Можно прикусить Ну тву-тву Давайте сплюнем Да-да-да Мы тоже не наблюдаем Инфекционной заболеваемости Связанной как раз С рекреационным Использованием Водных объектов И это хорошо То есть с отдыхом С отдыхом С пребыванием Да-да Люди на отдыхе Спасибо большое Людмила Мальцева С нами на связи была Начальник отдела Санитарного надзора Управления Роспотребнадзора По Кировской области И сейчас Быстренько попробуем Связаться еще С Вячеславом Семаковым Начальником теруправления По Первомайскому району Кирова Он нам чуть более подробно Расскажет о новшествах Которые на пляже В этом году появились Я так понимаю Что там что-то есть Такое, чего раньше не было Нет-нет-нет Развлечение Или возможно что-то Предусмотрено Чтобы соответствовать Каким-то новым требованиям Новым правилам Новым нормам И связано ли это С удобством Отдыхающих Да, сейчас узнаем Ну вот посмотрим Да, что там Что там придумали Но я так понимаю Что Традиционно Пляж, конечно, оборудуют Да, к Не знаю К потеплению Когда ты был последний раз На Кировском пляже Муниципальном Очень давно Я не знаю Возможно это было еще в школе Ну вот чтобы просто прогуляться Если я не ошибаюсь Прошлым летом Мы туда с детьми Заезжали Забегали Но вы не отдыхали Там как пляжные Туристы Ну как На песочке посидеть Полежать можно Это другое Вполне себе Давайте общаться С Вячеславом Симаковым Вячеслав Николаевич Здравствуйте Так Вот А в принципе Все остальные конструкции Были использованы ранее Угу Грибки В прошлом году там Новый пункт Медицинского обслуживания Появился в позапрошлом году То есть там фельдшер работает Да Постоянно дежурит Да Да Время работы пляжа С 10 до 22 часов В это время там Присутствует Фельдшер Плюс МЧС Которые находятся Непосредственно В акватории Реки В районе пляжа То есть они На пляже находятся Они патрулируют По воде получается Да Да Они в лодке На воде Они вот Как раз вот Контролируют Территорию И выезжают За другую сторону Моста Через реку Угу И в сторону Титаника Заезжают Угу Ну и Как я уже сказал Нам необходимо Еще сейчас Подниматься выше По реке Чтобы посмотреть Там несанкционированные Места Купания Ну вот Сегодня погода У нас Не соответствует Поэтому Мы уже сегодня Не приехали А так Все что предусмотрено Нормативными Документами Договоры На вывоз ТБО Медицинское Обслуживание Водоснабжение Это имеется Ввиду Душевые кабинки Кабинки Для переодевания Грибки Подготовка Территорий Пляжа Водного Объекта То есть Это Большой перечень Работы Может быть Не Незаметен Но Бюджет Насколько я знаю Тратит На эти цели Больше Одного миллиона Рублей Вячеслав Вячеслав Николаевич Скажите Есть ли планы Уделять Большое Внимание Поддержанию Частоты На территории Муниципального Пляжа Потому что Я с семьей Прошлым летом Побывал Люди Естественно Идут И с едой И с напитками Туда И зачастую Можно видеть Как это все остается На песке Или где-то В кустах Лежать Может быть Уделять Этому Большое Внимание В любом Случае Мы Даже Периодически В рамках Объезда Территорию Осматриваем И Сообщаем Информацию Заказчику И Производителю Работы Управление Дорожно-парковой Инфраструктурой Является Как раз Исполнителем Данных Мероприятий Говорим о том Что необходимо И в ранние часы Туда Приезжать Потому что У нас Пляж В ночное время Активно Используется И очень часто Там Бывают люди До утра Отдыхают Поэтому Необходимо В ранние часы Туда заезжать Уборку Осуществлять Подготовку Территорий Ну и в течение Дня И конечно же Вечером Да Что касается Тех отдыхающих Которые туда На автомобилях Приезжают Там достаточно На мой взгляд Дикая В этом отношении Территория Автомобили Как попало Расставлены Кто-то там Стремится В тенечек Заехать Под дерево Кто-то Ближе К пляжу Проехать Улица Близлежащая Заставлена Была ли Обсуждался Ли вопрос Организации Но какой-то Более-менее Цивилизованной Приличной Парковки Возле Возле Пляжа Есть ли В этом Необходимость Как вы думаете Доступ Непосредственно На территорию Пляжа Ограничен Транспортным Средством И приходится Конечно Использовать Близлежащие Улицы И проезды Там же Ведь жители Зачастую Недовольны Ну Значит Бывали Единичные Жалобы Конечно Смотрим Там конечно Можно Территорию Оборудовать Необходимо Дополнительные Средства Но для этого Необходимо Вырубить Там зеленое Насаждение Проводить Поднятие Территории Планировку И так далее Потому что Просто так Территория Такая Сложная В освоении Там Нет парковочных Мест Но сегодня Достаточно Поэтому Этот вопрос В процессе Проработки На сегодня Пока Тоже Большого нет Там Можно В принципе Немного Проехать В сторону Моста Правее Вот С Лунчатского Кота Поворачиваем И потом Правее Там есть Территория Где можно Разместить Транспортное Средство Но не всегда Люди Как бы хотят И понимают Думаю Что мы Наверное С управлением Дорожной Паркной Инфраструктуры Еще Этот вопрос Уведем Рассмотрим И может быть Даже Где-то Указатели Установим Мы понимаем Что это Другой Подход Это Больший Объем Работ И бюджет Да Вячеслав Николаевич Очень коротко Очень быстро Про те места Где нельзя купаться В Первомайском районе Я знаю Что не все любят Ходить на городской пляж Кто-то там Поближе к дому Выбирает места Какие-то Где-то там Что-то Оборудовано Дежурит кто-то Или нет Или везде стихийно На сегодня Других мест Для купания На территории Первомайского района Города Кирова Нет Поэтому Объезжаем Водные источники И устанавливаем Таблички о том Что Купаться запрещено Да Потому что Нет следований На дно Но там Даже физически И технически Эти места Не оборудовать Не готовы к принятию Отдыхающих Там нет водопровода Нет там Еще ряд других Условий Поэтому Обращаемся Каждый год К предпринимателям Нет возможности Обустроить пляж Но есть возможность Обустроить зону Отдыха Вблизи водного объекта Там требования Иные Иные Поменьше То есть Такое возможно И предприниматель Оборудуя там Какие-то нефункционарные Торговые объекты Должен только С содержанием Санитарным Заниматься Вот этой территорией Все Понятно Вячеслав Николаевич Спасибо большое Время нас поджимает Спасибо что вышли на связь Вячеслав Семаков С нами был На прямой Телефонной линии Начальник теруправления По Первомайскому району Кирова Заместитель главы Администрации города Дневной разворот продолжится Через 20 минут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok